Уважаемые коллеги, добрый день. Начнём работать. Я хочу поприветствовать тех, кто здесь собрался, и в Москве, и наших коллег на Северном Кавказе, в Грозном. Сегодня поговорим, обсудим работу наших ключевых ведомств по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. Поговорим о координации действий между различными ведомствами, которым вменена обязанность работать на этом направлении и предотвращать одну из самых серьёзных и опасных угроз для нашей страны, для наших граждан – террористическую угрозу. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, мы впредь должны действовать максимально решительно. Я хочу обратить внимание на то, что за последние годы многое изменилось в плане совершенствования методов, способов борьбы с преступностью, организованной с террором. Наши службы начали действовать гораздо более эффективно. Вместе с тем, любой просчёт стоит нам очень дорого. Поэтому нужно работать без пауз, решительно, на бережения и там, где нужно дерзко. Но эта дерзость должна быть направлена прежде всего на бандитов, на террористов, на преступников. И очень бережно нужно относиться к гражданам законопослушным, рядовым, вообще к любым нашим гражданам в ходе проведения любых операций по борьбе с террором. За последнее время наши органы правопорядка, органы безопасности, вооружённые силы сделали ряд серьёзных шагов на этом направлении. За последние несколько месяцев в ходе операции задержано 479 бандитов, уничтожено 313 террористов в ходе боестолкновений, которые не пожелали сложить оружие. Среди них 43 главаря. Надо и впредь действовать слаженно. От слаженности очень многое зависит с точки зрения эффективности нашей совместной работы. Нужно подавлять террористическую инфраструктуру. В значительной степени наши органы правопорядка научились это делать, но, повторяю ещё раз, нужно работать, не покладая рук в этом направлении, добиваясь максимального взаимодействия. Последние учения на Северном Кавказе в том числе показывают, что после того, как активные боевые действия с применением вооружённых сил несколько лет назад завершились, всё-таки работа по слаживанию и в сегодняшних условиях имеет большое значение, и мероприятия, которые проводились и завершаются сейчас, они нужны для того, чтобы офицеры, военнослужащие чувствовали плечо друг друга из разных ведомств и из разных министерств, понимали друг друга, что называется, с полуслова. Это очень важно. Второе, на что хотел бы обратить внимание, в ближайшие годы в России пройдёт целый ряд очень крупных мероприятий и политических, и спортивных, и дело чести правоохранительных органов, специальных служб, сделать всё для того, чтобы эти мероприятия прошли в нормальной, деловой, праздничной атмосфере, чтобы ничто не омрачало проведение этих мероприятий. Это в мире сегодня и в нашей стране непростая задача, потому что мы видим, что происходит в очень многих странах мира. У нас напряжённостей тоже достаточно, горячих точек достаточно, но и достаточно сил, умения, средств для того, чтобы своевременно оккупировать все возможные угрозы. Я хочу обратить на это внимание и призываю вас к тому, чтобы вы своевременно приступили к решению этих задач. необходимо продолжить проведение скоординированных точечных силовых операций для пресечения террористической деятельности тех, кто не желает складывать оружие, а такие, к сожалению, ещё у нас есть. Важно, чтобы и в дальнейшем такая работа давала максимальный результат. Поэтому все контртеррористические операции должны быть детально проработаны, а действия сил и средств различных министерств и ведомств должны носить скоординированный, как я уже говорил, характер. Далее. На качественно новый уровень должна выйти информационная работа, работа с гражданами, особенно в тех регионах, в тех районах страны, где проводятся какие бы то ни было специальные мероприятия и где террористическая угроза ещё даёт о себе знать. В заключение хочу выразить благодарность всем, кто участвует в контртеррористических операциях, кто рискует своей жизнью для того, чтобы наши граждане чувствовали себя и жили в условиях безопасности, чувствовали себя в безопасности. Это большая, очень важная, сложная, но очень нужная для страны работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова